Хотел бы сегодня, чтобы мы поразмышляли над несколькими мыслями насчет жизненного шедевра. Изначально, когда Бог сотворил нас, Он сотворил нас весьма, говорит, хорошо, потому что мы сотворены были по образу и подобию Божьему. Будьте 1.27 так и написано. Сотворил Бог человека по образу Божьему, по подобию Божьему. И когда человек ушел от Бога, он потерял подобие и Писание. В римлянном 1 главе написано, что мы осуетились, так как не заботились иметь Бога в разуме. То предал нас Бог превратному уму делать непотребства. То есть делаем не то, что главное. Поэтому Иисус пришел для того, чтобы, говорит, я пришел вам дать жизнь и жизнь с избытком, поэтому только Он есть путь истинный и жизнь. И Он нам дал благое слово, благую весть. Что такое благая весть? Оно состоит из двух сегментов. Первое. Наслаждаться Словом Божьим. Потому что когда я беру Слово Божье и наслаждаюсь, то Слово Божье очищает мое сердце, мой дух от всяких идолов. И только Слово Божье действительно по-настоящему формирует культуру и Царство Божие внутри меня. Если я наслаждаюсь Словом, я наслаждаюсь Христом. И второе. Это благодарение, что я в завете. Потому что Слово и благодарение, Слово и завет, оно и формирует во мне благую весть. Поэтому когда мы живем сегодня с утра, я вижу часто происходят какие вещи, что из чего состоит вся наша жизнь. Она людей либо о переживании прошлого, либо о настоящее, либо о заботе о будущем. Если мы постоянно будем в суете сегодняшней жить, заботиться о будущем и находиться в ранах прошлого, то наша жизнь, в принципе, придет к развалу. Почему? Потому что есть три вещи. Перемены, они неизбежны. Они приносят либо пользу, либо они разрушат жизнь человека. И от перемен в итоге приходит вся наша жизнь. Поэтому когда надо служить Богу, когда надо... Как наслаждаться Богом? Наслаждаться надо Богом именно сегодня. Потому что в течение дня ты идешь, ты не зарабатываешь деньги. Это есть расписание твоего дня. И в этом расписании невежущие люди, они находят то, чего они ищут в своей жизни. Кто-то и в течение дня, и в работе, и в суете ищет место, как это самое, с девушками познакомиться. Кто-то ищет, как бы расслабиться вечером, или еще ищут какие-то моменты. Но это происходит в течение сегодняшнего дня. Если мы в течение сегодняшнего дня будем искать Матфея 6.33, Царство Божие и правду его, в отношении к семье, в отношении работы, в отношении окружения своего, то мы будем менять культуру вокруг нас. И в итоге произойдет что? Пройдут неизбежные перемены в твою жизнь. Это естественно, потому что то, что ты ищешь, какое Слово тобой руководит сегодня, то тогда ты то будешь оформировать. Если руководит тобой Слово Божие, то оформировать ты будешь Царство Божие. И, соответственно, если ты будешь искать Царство Божие, тогда обязательно придет водительство с Духа Святого. И отсюда приходит вот так шедевр. Если сегодня ты сосредоточен о чем-то суете этого мира, то ты не будешь оформлять Царство Божие. Значит, ты будешь чаще всего исходить из той культуры, которая была заложена еще твоими предками и этим миром в твою жизнь, что сегодня главное. И потом, в конце концов, устанешь, и только в воскресенье придешь и скажешь, наконец-то я сосредоточился на Божьем. Наша главная цель, друзья мои, это евангелизация всего мира. В течение этого дня надо просто принести культуру Царства Божьего в тех сферах, в которых мы находимся. Где бы ты ни был, пойдешь ли в суду, или приставом пойдешь, или там на кладбище пойдешь, или еще где-то там сегодня будешь, принести туда Царство Божие. Не важно, ты будешь сталкиваться с Царством Тьмы, но Царство Божие, которое внутри тебя, оно намного сильнее. Поэтому принести туда Царство Божие внутри себя. И обязательно, рано или поздно, там появятся ученики. Когда Бог дает тебе ученика, он даже попугает со мной, радуется благой вести, говорит, аминь. Когда Бог дает ученика, надо выделить время для того, для его воспитания. Почему? Вспомни кафедральное послание. В чем суть кафедрального послания? Без исцеления души, исцеления сердца, без исцеления духа, исцеления души не будет. А в духе заложена та культура, ради чего мы живем. Прозмышляйте немножко над этим. Пусть Бог благословит этот день, даст вам божественные встречи и увидит и открыт вам глаза, чтобы действительно конец вашей жизни был шедевром Божьим. Благословения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok